Обсуждаем с Анной сегодня семейные ссоры, кто должен перво извиняться и нужно ли это делать, если ты на самом деле чувствуешь, что ты прав. А еще бывает, что во время ссоры хочется уйти, не разбираться. Это такая зищенная реакция, Аня рассказывала. Мне кажется, что это ошибка, мне кажется, надо в любом случае разбираться. В зависимости от того, в каком ты находишься эмоциональном состоянии. Если у тебя уже сердце колотится где-то в шее, и, например, ты весь такой красный, и такое ощущение, да, лучше сделать паузу, лучше отдышаться. Мне очень позабавило, как американские коллеги дают рекомендацию в семейной терапии, что время от времени считать пульс. И если он у вас выше какого-то предела, все, мы берем паузу, прекращаем обсуждать. Это же очень хлопотно, никто так не будет делать. Чувство, это же эмоции, как ты можешь с этим справиться? Хорошо, если у тебя какой-то маркер есть, после которого ты понимаешь, что ты разум теряешь. То есть, если для кого-то, когда я разговаривала, руки начинают трястись, голос начинает напрягаться, или шея вот прям перехватывает, они понимают, что все, в этот момент уже дальше будет… Спески наворачиваются. Спески наворачиваются. Да, бывает. То есть, нужно поймать свой вот этот маркер, в каком случае ты уже перестаешь быть вменяемым человеком, а превращаешься, ну, регрессируешь в ребенка, можешь только кричать, токать ногами, драться и все такое прочее. Ну, насчет того, что ты мальчик, ты должен первый извиняться и так далее. Мне кажется, вот… Ну, это, конечно, да. Это какой-то бред. Ну, я неправда. Твой же опыт говорит тебе, что это неконструктивно, правильно? Да. Никто никому ничего не должен. Есть просто любовь, есть чувство. Если ты любишь этого человека и уважаешь, ну, не жди сам, ты сделай, да, если ты считаешь, что вот, ну, вот тебе надо, да, сейчас, вот сделай, и все. А если постоянно так происходит, вот… Ну, вот, ребят, давайте… Вот, давайте. Я вот, когда готовилась к программе, думала, что же такое вот в такое короткое время самое важное можно донести про семейные конфликты. Вот есть большой кусок такой важный про стратегии поведения вообще в любом конфликте, и вот у этого мужчины он сто процентов избегает, приспосабливается. Про другие стратегии мы с вами вообще вот их можем полностью обсудить в отдельной передаче. А мне кажется, корень зла – это в убеждении, что, во-первых, мы не должны ссориться, что если люди любят друг друга, они понимают друг друга и так всегда во всем согласны и никогда не конфликтуют. И если вдруг такое происходит, значит, с нами что-то совсем не так. То есть вот если вам откликается… Подожди, если нет конфликтов, значит, тебе плохо? Если люди не ссорятся совсем, вот есть такое убеждение, что если мы друг друга любим, то у нас всегда все в шоколаде, мы никогда не ссоримся. Следовательно, если мы ссоримся, значит, что мы друг друга не любим. Если ты со мной не хочешь, не согласен в чем-то, не согласен, значит, ты меня не любишь. Да, вот это вот крайне такое болезненное и неконструктивное убеждение, потому что два живых человека со своими ценностями, со своей какой-то семейной историей, со своими рамками. Кому-то мама говорила утром, что ты мне испортил настроение на весь день, да, все, ты плохой мальчик, а кому-то мама говорила, ты же живой человек, проявляйся свободно, мне важно, чтобы ты был честным. Вот представляешь, люди с такими установками встречаются и будут очень долго спорить, надо… И опять же они забывают, из-за чего они встретились-то, из-за любви. Из-за любви, правильно. То есть она есть, извините меня, но ее нет. Если она есть, то ты воспринимал этого человека таким, как он есть, да, что вдруг произошло? Слушай, Саша, понимаешь, вот здесь тоже такая полярность, либо любовь есть, либо любви нет. Я думаю, что это некий континуум состояние всегда. То есть, например, 80% времени мне нравится то, что ты делаешь, я тебя люблю, мне нравятся вот такие твои проявления, но есть 20% чего-то, что меня раздражает, что мне не нравится, в чем мы не можем, ну, пока там не договорились, и вот эти 20% – они предмет для переговоров, а вот эти 80% – это… Предмет для наслаждения. Да? Правильно, предмет для удовольствия. А если у нас постоянно будет, вот как будто тумбер пересчелкнули, ага, вот ты сейчас, не знаю, ковыряешься в носу, не люблю тебя, да, ага, ты мне подарил цветы, люблю тебя. Ну, вот тут, конечно, башню сорвел. Ну, то есть вы смотрите, первая идея, которую я предлагаю обсудить с супругом, это то, что, поскольку мы с тобой живые люди, у нас могут быть конфликты, мы можем быть друг с другом не согласны. Это нормально, это не значит, что у нас плохая семья. Это не значит, что у нас плохая семья, это не значит, что я тебя не люблю, ты меня не любишь, это значит, что мы с тобой способны безопасно обсуждать наши проблемы. Да, разбираться. Второй момент, который очень важен, это когда накал страстей возникает, и очень часто начинают, ну, женщины часто этим грешат, уходи тогда навсегда, развод, разрыв, то есть начинается шантаж такой. То есть первое, что я предлагаю супругам, которые хотят восстановить отношения, это запретить вот эту тему шантажа разводом, разрывом, потому что, когда нет безопасности, то есть нет уверенности, что мы с тобой в любом случае оба настроены решать, эмоции накаляются невероятно сильно. Это очень страшно, это очень больно, потому что это же любимый человек, это близкий, это самый важный часто бывает человек, и он тебя отвергает в этот момент. Поэтому второе, о чем я предлагаю супругу договориться, о том, что мы даем друг другу гарантию сохранения отношений. Если мы не сможем договориться сами, мы пойдем к семейному психологу, мы найдем какого-то арбитра. Но я тебя люблю, разводиться с тобой не хочу, даже если сейчас я буду плакать, кричать и топать ногами. но я не буду, вот я буду с тобой вот это все делать, и мы не разойдемся. Ну да, важно не забывать со психу, что один какой-то конфликт не должен перечеркивать остальные счастливые моменты. Одна маленькая девочка как-то рассказала своим родителям, когда мама там была в слезах и соплях, и говорила, разводиться. Она такая, ну как же так, у вас же вот столько хорошего и вот столько плохого. И мне кажется, это гениальная такая вот фраза. Просто мы мужчины и женщины воспринимаем все по-разному, эмоционально. Мужчина, как он думает, я помыл посуду, плюс 100 баллов, подарил цветы – 200 баллов, купил там какой-то подарок – 300 баллов. Женщина думает, так, помыл посуду – плюс 1. А подарил цветы – плюс 2. Что-то как-то подозрительно. Зачем цветы? Захарапел ночью, все обнулилось. Слушай, ну вот я бы тут тоже так, опять же, Саша, понимаешь, это было большое обобщение, да, такая большая полярность. Мужчины и женщины разные. Ну есть же правда, да, есть. Все настолько индивидуально, что куклы наоборот. Мужчины бывают такие, женщины и все такое прочее. У кого-то да, женщина может быть как думает там, что, не знаю, что сделала, и тут ей плюс 2 тысячи. А завтра, оказывается, что-то не очень-то и хотелось. Давай, для того, чтобы как-то зафиналить, мы вернемся все-таки к вопросу, написанному на бересте много тысяч лет назад. Давайте еще раз повторю, как правильно мириться, если понимаешь, что ты прав, а жена нет. Вот если ты понимаешь, что ты прав, а жена нет, то попробуй сформулировать свои чувства. Во-первых, что ты чувствуешь в данный момент. Тебе обидно, что ты не знаешь, как можно донести свою точку зрения. У тебя отчаяние и безысходность чувствуешь, потому что ощущение, что нет возможности договориться. И после этого ты предъявляешь вот это все жене, только не желательно, максимально доброжелательно. У этого мужчины, у него очень много настроя на сохранение мира, на поддержание отношений. Она говорит, да, я всегда извиняюсь. Я всегда извиняюсь. Можно сказать, что ты знаешь, я тебя очень люблю, я очень боюсь потерять нашу семью, я очень хочу, чтобы у нас с тобой были классные отношения, но на самом деле внутри мне бывает очень страшно. И я не знаю, как мне сказать тебе по-настоящему о том, что я чувствую. Но вряд ли ты хочешь, чтобы я улыбался, а в душе мучиться. Если ты готова, я тебе сейчас расскажу, что я думаю, что я чувствую на самом деле. Давай попробуем договориться. И дальше, в первую очередь договариваться о двух вещах. Мы можем быть в чём-то не согласны, у нас может быть конфликт. И это предмет для переговоров, а не предмет для паники, что всё, о, ужас, мы не знаем. Есть конфликт, мы не идеальны. Мы не идеальны, да. Всё, пока. И второй момент, то, что дай мне гарантию, что если я скажу, что я в чём-то с тобой не согласен, ты меня не бросишь, не отвергнешь, мы не развивёмся, я тебе тоже вот это могу гарантировать. Я за честность, вот ура, чтобы все были честны всегда. И в этих конфликтах помните вообще о том, что вас вместе свело, да? Да. И вот классная есть фраза, тоже один вот сказал мужчина замечательный, что, слушай, мы с тобой не враги. У нас с тобой сейчас вот эмоционально накалённая обстановка, но мы с тобой не враги, я тебя люблю, я хочу договориться. Это работает прям замечательно. и вот на этой ноте. Да. Будьте счастливы, любите друг друга и договориться. Спасибо. Алипиджио. Алипиджио. Алипиджио.